А вон большой этот перегрев. Мы победим, мне только желательно. Для поднятия флага в выставке приглашаются заслуженные гончательники Межгородской области Терезин Владимир Владимирович и Бакалевна Ксения Васильевна. Флаг поднятия! Субтитры создавал DimaTorzok Ни одной, ни одной, ни одной. А то, как ему должно, не вылететь своими. Можно было сделать вожилцов, вожилов, отдельный ринг, и проблем бы не было, да? Но это четко. Вожиловка началась в 5 часов, когда началась. Виталий Иванович, Чувашия. Ассистентами в ринге будут работать Рузьмин Николай Измаилович Мариев и Савельев Дмитрий Владимирович. Это самый большой ринг у нас будет. Ринг вожиловке русской гончей. Возглавляет Сорокин Алексей Александрович. Пенза, первая категория. Ассистенты Носков Игоря Анатольевича. И Демченко Андрей Валерьевич, сеть Пенза. Ринг русских бегих-гонщиков будет один. И вожилецы, и вожиловки будут на одном ринге, потому что их меньше всего на выставке. И этот сложный ринг возглавит Чекунов Александр Викторович. Первая категория Московского Суферного. Ассистенты Огольцов Владимир Валерьевич и Дубнев Владимир Юрьевич. Два ринга эстонских гончих. Вожилецов и вожиловок. Туда же включаются и биглии, и баварские гончие. Значит, возглавляет ринг жильцов Киселев Владимир Юрьевич Санч. Всероссийская категория. Собственно, человек, который всю жизнь посвятил эстонской гончии. И единственный эксперт Всероссийской категории породник по этим гончиям. Ассистенты Комаров Олег Викторович Ризаев и Варинов Вадим Михайлович Нижбинокор. Ринг вожиловок возглавляет Кривошеев Андрей Сергеевич, Белгородская область. Ассистенты Соколов Юрий Борисович Москва и Бабин Алексей Михайлович Нижбинокор. Я надеюсь, желаю всем достойно выступить на этой выставке, показать своих собак, чтобы у всех было хорошее настроение. Еще раз хочу поздравить всех с сегодняшней выставкой, пожелать всем участникам, чтобы их собачки показали себя, показали, получили наивысшие оценки, получили по бонсировке хорошие баллы. Еще раз всех поздравляю, всего хорошего. В 2000 году выставка была в честь рождения Руслана Ивановича. Сейчас выставка в честь его памяти. Вечная память хорошему кончатнику, хорошему кинологу, хорошему человеку. Вообще очень грамотная. Вожиловки. Младшая, возрастная группа. Да, слабовато, пять вожиловочек. На такой выставке. Оно, конечно, и вожилецов 4, 6, 8, 10, 11, немного. Русский бой. Собака национальная русская собака. Охота с ней известна с древности на Руси. Как говорится, поначалу собаки верили в газе подземных заводов, и не было единого типа. И только с конца 19-го лет, когда стали проводить регулярно выставки собак по подобию из таких европейских стран, начал создаваться единый тип, более-менее единый тип. В 894-м году. Ольга Модестовна, подойдите, пожалуйста, к главному баннеру. С той поры началось становление единого типа русской гондики. Значит, назначение собаки. Собака должна своим чутьем умением найти зверя, долго, настойчиво преследовать его, до тех пор, пока не будет забыт зверь, выстрелом или не спадет, где бы собаки. Рим, Выжиловка, это младшая возрастная холопа. Экспертная комиссия в Выжиловке, младшая возрастная группа, средняя и старшая. Господин Сорокин, Пенза, эксперт первой категории. Две вторых, а ценка хорошая. Значит, отлично. Первый, три. Очень породные собаки, резкого типа, высоты третьего роста, светло-чепрачного окраса, костистые, хорошие породные, царинные, голова породная, пропорциональная, правильной формы линий, глаз раскосый, морда пропорциональна черепной части, бочка носа темная, выдается вперед. Губы сухие, плотные, темные. Ухо, чуть-чуть желательно, может быть, оно как бы тяжеловато, но в целом нормальное. Ухо, значит, шея, правильно, хорошо развита, маскулистая, сухая шея, без подбручки, всего. Рим, Выжиловок, возьмите, пожалуйста, мегафон. Объявление для всех экспертов риме. Описываем собак в мегафон. Короткий, слегка выпуклый, поднапряжен. Круп, круп. Легкость, это младшая, возрастная группа, собачки еще, это самое. Дальше, линия, грудь. Грудь хорошо развита, ребро. Ниже, вот так вот, хорошо спущено. Линия живота подобранная, не прибрюшная. Костя крепкий, хорошо развит. Мышцы, рельефный, вот так вот, сейчас его проглядывается. Лапы в камке, ноги прямые в параллели, задний путь в камке. Так и хочешь сказать, стандарт описывать не надо. Ну ладно, не будем говорить, это, как говорят, интервью за кадром. Молодые люди, а давайте вопросы после того, как опишет. Просто не дергайте, он сейчас забудет еще что-то, при всем уважении. Дайте человеку договорить это самое. Она немножко поддергивает. Третий собачек, кто же выше оценку получил, но она попроще уступила, перед этим двум отручим головами. Подручьте, как она не способна. Мы с тобой первые. Давай, смотри на маму. На маму смотри. Жрецы младшая возрастная группа 11 в жрецов. Только, только, только начали. Ну пускай походят, там видно будет. Уже гонит по-зрячему. Ножку тяни, ножку. Да, 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 да. И вот это вот. То же самое. С этого помета. 10 бождецов получает оценку высшую и младшую за свою группу. И очень хорошо. Один бождец – хорошо. А хорошо за что? Ну подойдет, а пишет. К 11 подойдет, а пишет. Ребят, ну дайте объяснить человеку. Давайте посмотрим сначала. Вот, поднимите, поднимите первых младшую. Значит, прекрасные породные выждецы. Родословную привычную. Светло-чепрачного класса. Особенно вот первый выждец. Очень породный. Крепкий для своего возраста. С хорошим, с хорошей породной головой. Светло-чепрачного класса. Одет очень хорошо. Вот по-настоящему времени, значит, одет очень хорошо. Глаза темные. Уши в средней величине хорошо прилегают к голове. Принесу. Прекрасный, прекрасный поставщик. Сейчас принесу. Вон. Принесу. 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 Но уступает небольшими нюансиками Несколько крепостью, чуть мощью, чуть животик подтянут посильнее А так, в основном, смотрите, прекрасные головы Очень породные, светло-чапрачного красного Я повторю, что сейчас в разлинке все собачки Поэтому вот присущи дневники Лена с чем идет? Значит, уступает и занимается местом Почему? Значит, чуть немножко в голове есть вопросы Идет-идет, значит, несколько раз ушко подтянет Значит, в таком плане Глаза по красу несколько посветлее, чем, допустим, предыдущие Ну, хотя глаза темные, но все равно по цвету чуть-чуть немножечко уступает Вот, конечно Желательно кондицию получше Кондиция, как от рабочей, сами видите А собаки должны быть выставлены в выставочной кондиции Следующий веслет Прекрасный веслет Чапрачного краса Хороший, хороший чапрак, но он стандартный Без резких границ Плавно переходит в подпалы Значит, голова породная Глаза темные Таких темных 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 Все Прекрасно Но Уступает Уступает Несколько тем Несет вон Музыковатый И вон Здесь лишнее опушен Он должен быть свежестный, как говорят, морковкой В изделии Может быть легкий недостаток Некоторым не хватает мощи в этой возрастной группе И стечка такого А в целом Треба не определяет полностью В изделии В изделии В изделии Очень богатый Пародный рильм Все выживатели Прекрасно смотрятся Значит, по оценкам Первым трем Дали отлично Остальные очень хорошо Сейчас объясняю Первое В изделии Очень породная Выше среднего роста, чем прачного окраса Пародной головой Правильный клини Не пропорчивается Затем Тёмные Распорки Мощи Тёмные Правильная форма Голки Выделяем Шея сухая Голки Не перелиняло За грибином Просматриваем Линии Верху Пожалуй, лучшие в ринге Грудь Скучен до локотков Хорошо Скучен ребро Широкая грудь Линия Живота Подобрана Не при брюшке Не подрыве Конечность Правильных углов сочленений Костисто Правильный Держим Передний Конечность Хорошо Правильный Сзади Конечность Вон В жильце Средняя Возрастная Группа Работа идёт по полной программе 2 4 6 7 8 9 10 11 12 12 14 Возрастная 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 Работа по полной программе Работа по полной программе идёт 2 12 2 4 6 8 10 12 Возрастная Группа 35 выжилецов 35 выжилец 35 выя 35 выжилец 36 выжилец Продолжение следует... 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 Продолжение следует...